Напечатать на 3D-принтере можно практически всё, что угодно. Правда, эмбрионами пермские специалисты не занимаются. В основном сложные детали, макеты зданий, ландшафта, шестерёнки и даже разводной ключ, который работает. Первый этап работы — 3D-сканирование объекта. Для этого нужен оптический трёхмерный сканер, поворотный столик, компьютер и специалист, который нажмёт нужную кнопку. Автоматический поворотный столик, он завязан в общую систему со сканером. Сканер знает, как именно он поворачивается, и путём последовательных поворотов объект сканируется со всех сторон. Самое важное, пожалуй, выбрать правильный объект. То есть, если объект блестящий или прозрачный, понятно, что оптические системы его могут не увидеть. Дальше специалист обрабатывает изображение. В зависимости от задачи что-то улучшает, дорисовывает или удаляет. Можно увеличить объект или уменьшить его. Когда всё готово, отправляют на печать. Технология печати на порошковом принтере схожа с технологией струйной печати. То есть, если мы возьмём пачку листов А4, на каждом из них напечатаем изображение, и потом вырежем остатки белой бумаги, то, собственно, получится примерно то же самое. То есть, слой за слоем принтер выращивает прототип в камере, естественно. После чего выращенная деталь помещается в камеру обдува, где удаляются излишки порошка. После чего происходит дальнейшее закрепление прототипа. Чтобы напечатать вот такой 3D-прототип драматического театра, потребуется примерно 2 часа и стакан порошка. Этот материал является композитным на основе гипсового порошка. То есть, он немножко шероховатый, но в то же время позволяет достаточно точно устроить модель. Материал подвержен дальнейшей обработке. Можно вообще отшлифовать, вывести в идеально глянцевую поверхность и покрасить. В качестве материала используют и силикон, и пластик, и даже металл. Специалисты говорят, в ближайшем будущем можно будет напечатать себе даже машину или дом.